«Любовь к трем апельсинам» Оптимистичное произведение на беспечный сюжет появилось в тяжелые революционные годы и было принято на ура В Самаре эту оперу ставят впервые Художники-постановщики вдохновлялись супрематизмом Малевича с его черным, красным и белым квадратами Актеры и музыканты признаются, на репетициях пришлось изрядно потрудиться Работа проделана огромная, и сценография замечательная, и костюмы, и музыкальная часть очень долго делалась тщательно Потому что очень сложный современный язык, несмотря на то, что Прокофьев уже классик, но язык по-прежнему современный у него Прокофьев задумывал эту оперу как некую пародию на театральность, на штампы, на рутину, на оперную вампуку То, в принципе, когда я готовился к этой постановке, я где-то так себе это все и представлял Это был «Крепкий орешек», наряду, наверное, с леди Магбет Шостаковича Вы услышите, насколько сложное письмо оркестровое Мы повозились изрядно, времени у нас было не так много Работали мы с огромным энтузиазмом, с большой оттачей, мне кажется, у нас очень много получилось Оперой «Любовь к трем апельсинам» открыли 89-й театральный сезон, программа которого очень насыщена 23 сентября у нас театр отправляется в город Москву на фестиваль «Видеть музыку» Везет туда оперу Джанни Скики Дальше октябрь, разгар сезона, фестиваль «Алый Шелест», двойной юбилей, 25 лет фестивалю и 100 лет со дня рождения Аллы Яковлевны Шелест Открываем опять же премьерой «Бахчисарайский фонтан» Также в ноябре артисты отправятся в Мариинский театр с балетом «Три маски короля» Готовится балетная постановка «Наяда и рыбак» Во второй половине сезона зрителей ждет оперная постановка «Балмаскарад» Джозеппе Верди Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, События